Девушки отдыхают К сожалению, в рядах белозелёных не нашлось своего Кушнарёва. Бьющий Лаша Малагурадзе явно не справился с давлением и промазал несколько важных штрафных. Но всё же возможность сравнять счёт по сумме двух матчей у Яра была. Когда до окончания матча оставались считанные секунды, а до зачётки СТМа пару метров, мяч предательски выпал из рук левобережцев. 14-12. Краснояр выиграл игру, но проиграл чемпионат. Вновь. Ну а сейчас без комментариев. Девятикранный чугун у страны! Лучшая команда России! Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю парня! Удачи у нас в следующей неделе! Давайте парень, попалить за вас! Спасибо вам! Поздравляю! Янисей! 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 Они страшны, когда подбрасывают? Страшно. А вы чего, не привыкли еще? А так к этому никогда не привыкнешь. Как к победам? Да, конечно, всегда волнительно, всегда, скажем, я еще раз говорю, финал, это всегда, уже сколько их играешь, всегда волнительно, всегда новые эмоции. Этого соперника знаем очень давно, знали, что ему нечего терять, что он будет тащить мяч со всех зон. Просто готовились на игру. Жалко, не все получилось. Ну, в таких серьезных играх побеждать еще лучше. Сфотой, пожалуйста, а то он тебе не даст это. А почему мы не сфото, чемпионом? Давай фото, а потом видео. Раз, два, три. Я с удовольствием его держу и поднимаю, вот она, гордость нашей команды и этого сезона, то, что мы чемпионы России в очередной раз. Только празднование у команды сильно не растянется. Уже через 9 дней Енисей возьмет старт на групповом этапе Евро-челленджа. 13 октября на стадионе Красный Яр СТМ примет французский Лара Шель. Антон Соркин, Андрей Ткачук, Афонтово Спорт.